Слышали о правополушарном рисовании? Это занятие по креативной технике. Некоторые считают, что так можно высвободить творческую энергию. Давайте разберемся, правда ли это работает. В 1960-е годы нейропсихолог Роджер Сперри проводил опыты с животными и пришел к предположению, что разные полушария мозга млекопитающих отвечают за разные функции. 20 лет спустя Сперри даже получил за свои исследования Нобелевскую премию по физиологии и медицине. В исследованиях и выступлениях ученый утверждал, что человеческий мозг является разделенным. Его полушария работают автономно и отвечают за разные задачи. Именно благодаря ему мы думаем, что левая половина мозга отвечает за логику, рациональность и вербальную сферу, а правая – за творчество и воображение. В 1970-е годы о его концепции узнала Бетти Эдвардс, художница и учительница живописи из Калифорнии. Ее заинтересовали идеи Сперри. Она давно искала научно обоснованный метод развития творческих способностей. Эдвардс выпустила книгу, где описала метод, который, по ее словам, позволял отключить левое и активизировать правое полушарие, таким образом открывая дорогу к безграничному творческому самовыражению. Эту технику она и назвала правополушарным рисованием. Правополушарное рисование – это набор конкретных действий. Польза такого рисования, как утверждала Эдвардс, в том, что оно позволяет быстро и эффективно обучить творческому восприятию. Методы такого рисования подходят для детей и взрослых, и даже больше для взрослых. Эдвардс считала, что с возрастом левое полушарие мозга начинает сильно мешать правому работать в режиме творческого потока. По мнению Эдвардс, любой рисунок включает в себя пять элементов – края и линии, отрицательное пространство, отношения, свет и тени и целое. Чтобы научиться применять каждый из этих элементов, не нужны уроки академической живописи, считала Бетти Эдвардс. Необходимы упражнения, которые развивают интуитивное мышление, занятия интуитивным творчеством. Например, перевернутое рисование. Эдвардс считала, что такое рисование позволяет отключить интеллектуальное распознавание предмета и постоянное оценивание своих художественных способностей и сосредоточиться на творчестве, линиях, светотени, колорите. Рисовать перевернутое изображение нужно из любой точки, учитывая пропорции и наблюдая за собственным мышлением. Закончив копирование, можно перевернуть рисунок и оценить его. Другая техника – штормовое рисование. Это очень быстрое набрасывание с натуры, когда художник выполняет один рисунок за другим, например, делает 15 рисунков за 15 минут. Такое скоростное рисование, согласно идеям Эдвардс, позволяет не дать левому полушарию мозга вмешаться в творческий процесс. Оно просто не успевает это делать. Во время штормового рисования ни в коем случае нельзя останавливаться и использовать ласти. Книга Бетти Эдвардс стала популярна среди художников и преподавателей искусства. Ее перевели на множество языков, а курсы обучения правополушарному рисованию появились по всему свету. Но у этих идей есть серьезные проблемы. Во-первых, до сих пор нет никаких доказательств того, что упражнения из книги Эдвардс позволяют задействовать именно правую часть мозга. Сама она не проводила экспериментов на этот счет и не доказывала правополушарность своей техники научно. Вторая проблема серьезнее. Современные исследователи мозга не подтверждают идею Свери о разделенных функциях полушарий мозга. Идея о том, что творчество функция одной части мозга современными учеными считается чрезмерно упрощенной и относится к мифам. Концепция была подвергнута критике еще в прошлом веке, но окончательно миф развели в 2010-м. Сегодня специалисты считают, что любой творческий акт, от решения головоломки до занятий живописью, требует активности двух полушарий нашего мозга. Творчество, в том числе и живопись, сложный процесс, который включает множество действий и задач. Эксперименты показывают, для того, чтобы выполнить эти задачи успешно, необходимо взаимодействие между разными полушариями мозга, в том числе и между самыми удаленными областями в них. У профессиональных музыкантов наблюдается более активное взаимодействие между левым и правым полушарием, чем у людей, занятых мини-творческими занятиями. Люди с дизайнерским образованием демонстрируют большую связь между частями мозга, чем новички. Согласно современным исследованиям, чтобы повысить креативность, важно укреплять связь между разными участками мозга. Как это делать, это уже следующий вопрос. Несмотря на недоказанную эффективность, методы обучения Бетти Эдвард все равно могут быть полезны для художников и тех, кто учится рисовать. Они позволяют натренировать руку, разобраться в техниках рисования и просто хорошо провести время. Упражнения Эдвард разнообразны. Зарисовка ощущений, перевернутое рисование, рисование попеременно левой и правой рукой, штормовое рисование, эксперименты с линиями, копирование с натурой произведений в разных техниках. Поэтому некоторым они кажутся куда интереснее однообразных академических студий, которые предполагают многочасовое срисование постановок с предмета. Продолжение следует... Продолжение следует...